Друзья, привет! Вы на канале Бокалесо, и в этом видео я хочу показать вам вживую диски SCAT модель Ontario. Посмотрите, и в этом видео мы с вами взвесим обязательно эти диски, посмотрим сколько же они весят, потому что я думаю, что владельцев Subaru это может вполне себе интересовать, потому что это диски именно, посмотрите, для автомобилей Subaru. Ну, как-то, в общем-то, нам было понять. 5 на 100, 56,1 ступочное отверстие, все это говорит о том, что это Subaru в чистом виде. И диски Ontario очень красивые. Вообще, если вы не знали, то фирма SCAT, это российская фирма, которая производит диски в Красноярске. Фирма очень и очень с таким богатым прошлым и опытом, наряду с фирмой K&K. И принадлежат они на сегодняшний день компании Русал, которая занимается алюминием. Так было не всегда, и они были конкурентами прямыми, но Русал их всех, в общем-то, выкупил. Не знаю, хорошо это или плохо, но пока могу сказать, что, несмотря на весь скепсис, который был у многих, это пошло только на пользу. Почему? Вот, посмотрите. Стали появляться дизайны очень интересные, потому что раньше у красноярских дисков, ну, дизайны были такие, попроще. И помимо дизайнов хороших, еще и появилось качество. Говорят, что они закупили оборудование очень дорогостоящее, немецкое. И качество дисков, качество окраски, конечно же, выросло. Но сейчас многие подтянулись, даже тот же самый течлайн, который в Азове производится, тоже очень сильно подтянулся, и нареканий стало значительно меньше. А здесь вот просто банальная тема. Вот такие переходы на сложных цветах, видите? Здесь полировка под металл, а здесь черный. И если вот так вот вы проведете пальцем, то увидите, что здесь грань абсолютно вот такая вот гладенькая, приятная. То есть все сделано настолько аккуратно, что вот раньше такого, честно говоря, не было. Потому что вот эти грани были просто, знаете, вот заканчивалась полировка и вот такой острый угол. И все это дело очень сильно страдало, особенно зимой, от реагентов и так далее. Здесь все выглядит очень монолитно, именно вот этот окрас. Поэтому мне это, честно говоря, нравится. И у меня скепсис был тоже, но сейчас я могу сказать, что диск, конечно, качество хорошего. Мусора нет в окраске. Вот посмотрите, я постараюсь вам показать максимально близко этот диск. И постараюсь показать вам максимально его весь. И вот хоть бы одна пылинка под лаком была. Нет, все сделано круто, все сделано хорошо. И это не реклама дисков SCAT, друзья. И если смотрит компания SCAT это видео, это не реклама. Потому что если что-то было бы такое, о чем можно было бы сказать, допустим, грязь какая-то под лаком или еще что-нибудь, я обязательно это бы сказал. Но в этом случае плохого говорить абсолютно нечего. Все выглядит круто. Этот цвет называется, кстати, алмаз. Посмотрите. А, ну вот, для совсем, для совсем таких, как я. Видите, я по параметрам смотрю, что это диски для Subaru. А здесь просто написано Subaru. Вот, собственно, и все. Так, ну, давайте, знаете, что еще посмотрим. Посмотрим с вами, ну, давайте сразу же взвесим, давайте. А потом посмотрим внутреннюю часть, и что же там указано, какие маркировки там есть. Я уже, кстати, краем глаза заглянул, и мне очень пара маркировок, ну, не то, чтобы удивило или порадовало. Так, есть вещи забавные. Так, весы. Сколько же диск весит у нас? Весит он 10,3 килограмма. Но мне кажется, что для 17-го диска, так вот, видите, я тут немножечко, чтобы диск не укатился, сделал такие вот штучки, чтобы он держался. Я боюсь, честно говоря, переживаю. Диск-то клиентский, в общем-то. И чтобы все дело хорошо так держалось, ну, не знаю, главное, чтобы не укатилось. Вот, можно сказать, что для 17-го диаметра, конечно же, этот вес не такой уж и большой. Ну, давайте посмотрим упаковку и комплектацию этих дисков, то есть, что идет непосредственно в коробке вместе с диском. Ну, упаковка, собственно, как всегда у скат и кайка так себе, хотя вот уже, честно говоря, по-моему, я вот не знаю, иногда попадаются диски с упаковкой без вот такой вот, посмотрите, материи, что ли, да. А иногда с ней, вот сейчас есть сверху хотя бы вот такая штука, которая, не знаю, от чего защищает, может быть, от чего-то защищает. Но, тем не менее, все не поменялось, то есть, точнее, ничего не поменялось. Обычный пакет идет такой, диск не защищен никаким специальным кольцом пластиковым, как это бывает даже у китайских дисков. В общем-то, гофрокартон достаточно тоненький, уплотнительных элементов нет. Ну, в общем-то, может быть, когда-нибудь что-нибудь поменяется, но пока красноярские диски как упаковывались, так и упаковываются. И по комплектации, кроме вот такого вот ступичного колпачка, надо сказать, достаточно красиво, такого металлизированного, что ли. Ну, вообще, все прилично смотрится, больше ничего нет. Крепежа нет, ну, крепеж вообще это большая редкость у дисков. Ну, в общем-то, реплей, наверное, только комплектует, может быть, кто-то еще. Но, первое, что нам приходит, это, конечно, реплей. Здесь больше, кроме ступичного колпачка, абсолютно ничего нет. В общем-то, комплектации как таковой и нет. Но, с другой стороны, если взять итальянские диски или немецкие, там, BBS, OZ, даже какие-нибудь, то у этих дисков также абсолютно похожая комплектация, то есть, ничего не поставляется. Вот у дисков Ankei хотя бы поставляется, знаете, такой вентиль металлический, что тоже неплохо хотя бы он. Но здесь вот вы видите сами. Ну, а мы давайте смотреть, в общем-то, что указано сзади. А сзади вот на что я хотел обратить внимание. Посмотрите, Ontario на Кириллице. Я вот так вот поверну диск сюда, потому что у меня тут стоит лампа такая, которая светит, чтобы вам было лучше видно. Видите, SCAT Ontario. Прямо Кириллице по-русски написано. Почему Кириллице забавно? Потому что диски импортируются. Они не только для внутреннего российского рынка. И, конечно, ну такая штука. Но вообще Кириллице сейчас в моде, надо сказать. И здесь на внутренней части, на спицах выбиты абсолютно все параметры. И модель тоже, кстати, выбита. Это большой плюс. ET, допустим, вылит. Что диски сертифицированы, тоже где-то есть штучка. Вот RST, посмотрите. Для чего нужны параметры, которые указаны на дисках во внутренней части. Вы купили комплект дисков, коробки выкинули, естественно, где указаны параметры. И так получилось, что один диск пришел в негодность. Вам нужно докупить. Но модель вы не помните. Параметры вы, естественно, не помните. Ну, может быть, параметры разболтовки еще понятно, что на Subaru будет 5 на 100. А вот, допустим, вылит. Но не факт, что 48. Но вот прям совсем не факт. И где же это посмотреть? Посмотреть это ровным счетом здесь. И тогда вы сможете правильно подобрать один диск под те три, которые у вас есть. Если у вас в магазине, допустим, вы звоните и говорите, вот, нужен один диск. Не спрашивают параметры. Я бы, честно говоря, с этим магазином бы и не имел никаких дел. Потому что, что они вам подберут? Какие параметры они вам подберут? Ну, вот, обязательно вылит. Ширину надо уточнять. Это, друзья, обязательно, на мой, конечно же, взгляд. Ну, и здесь еще указывается, посмотрите, 750 на 750 килограмм на один диск. Эти диски, собственно, выдерживают. То есть, 3 тонны выдерживает комплект. Это, конечно, очень хороший показатель. Subaru весит, ну, значительно меньше. Поэтому и запас прочности у этих дисков абсолютно такой бешеный. То есть, диски будут прочные. Ну, задняя часть тоже, в общем-то, окрашена. Все здесь сделано очень-очень аккуратно. Ну, мне нравится, честно говоря. Диски SCAT, вообще фирма SCAT, молодцы. Компания Rusal тоже молодцы. Куда ж вас деваться, похвалить-то надо. В общем-то, вот такие диски. Секундочка саморекламы. У нас по России доставка литых дисков бесплатная. Кстати, давайте я вот так, наверное, диск положу. И мне спокойнее и безопаснее. И вы сможете по другим углам на них посмотреть. Поэтому можете заказывать диски на нашем сайте. И, в общем-то, цена, которую вы видите там, даже если вы находитесь не в Ростове-на-Дону, а, допустим, ну, не знаю, в Волгограде, например, или в Казани, например, да, то все равно эта цена будет именно такая им копейкой больше. И вы спросите, а как же упаковка-то такая? Они очень хорошие. Как же они доедут? Друзья, мы помимо того, что доупаковываем диски, они едут еще и с борным, палетным бордом. В таком дерево, в общем-то. Доезжают без проблем. Никаких сложностей в этом нет. Поэтому за сохранность можете не переживать. Ну и еще один маленький момент. Посмотрите. Крепеж здесь используется под конус. То есть используются здесь гайки 12 на 1.25, если мне память не изменяет, под конус. То есть есть крепеж, там, допустим, под пресс-шайбу, под сферу и так далее. Здесь используются конические, ну, под конус, как правильно говорится. И, ну, на всякий случай, мало ли вам, эта информация потребуется при приобретении секреток, например. Ну и посмотрите, как смотрятся эти диски на автомобиле. Я думаю, что будет полезная тоже информация. Ну и если, конечно же, вам нравятся такие видео, то поставьте этому видео лайк и подпишитесь на наш канал, потому что это дает, друзья, нам лучшую мотивацию делать для вас эти видео и дальше. Все, друзья, спасибо вам большое. Пишите вопросы в комментариях, если они есть. И пока-пока.